Привет, друзья! Казалось бы, бананы и печенье уже очень вкусные получаются к чаю. Но, если мы добавим сюда еще и йогурт, мы приготовим необычный, быстрый и очень-очень вкусный десерт. Итак, берем одноразовый пакет и печенье перекладываем в пакет. Затем в этом пакете нам печенье нужно будет превратить в крошку. Вначале вот так вот руками немножко разминаем, чтобы было все проще и легче. А затем берем скалку и полностью, что есть в пакете, не сильными ударами превращаем печенье как будто бы в муку. Ну вот, как-то так у вас должно будет получиться. Где-то будет мелкая, где-то будет немножко крупная крошка. Это ничего страшного. Отставляем пока что печенье в сторонку. Берем банан, очищенный, и нарезаем его на небольшие кольца. Толщина колец должна быть примерно 4-5 мм. И еще я взял небольшое количество черного горького шоколада. И его нужно будет постараться ножом изрубить тоже очень мелко. Но черный шоколад добавлять не обязательно. После того, как вы все приготовили, приступаем к приготовлению самого десерта. Берем стакан или же любое блюдце, которое у вас есть. На дно стакана отправляем 2-3 столовые ложки крошки из печенья. Наверх на печенье добавляем чуток шоколада. А наверх на шоколад в хаотичном порядке распределяем примерно 4-5 кружочков банана. Смотрите, если диаметр вашей посудины, в которой вы будете делать десерт, будет больше, значит всех продуктов нужно будет добавлять немножко больше. Наверх на бананы заливаем небольшим количеством йогурта, так, чтобы полностью все бананы были хорошо покрыты. Смотрите, в это время перемешивать ни в коем случае ничего не нужно. Ну а дальше мы слои будем просто повторять до тех пор, пока не заполним полностью стакан. 2-3 столовые ложки печенья равномерно распределяем, затем опять черный шоколад и опять бананы. И в конце опять заливаем все йогуртом. Смотрите, последний слой, когда вы сделаете его, нужно будет вам каким-то образом украсить. Украшение можете сделать по своему желанию, возможно у вас фантазии будет больше работать, нежели у меня, но я сделал вот так вот в виде цветочка. После того, как вы приготовите для себя вот такие вот десерты, видите, у меня один из шоколадного печенья получился, эти все стаканы отправляем в холодильник хотя бы на 1,5-2 часа для того, чтобы все хорошо пропиталось. Ну а затем посмотрим, что же у нас получилось. Ну что ж, друзья, прошло 2 часа, все хорошо пропиталось. Хотел вам показать, что ничего нигде не переворачивается, но выпало немножко шоколада с верхушки. Как-то так получилось. Ну что ж, берем ложечку и начинаем пробовать десерт. Смотрите, десерт пропитался хорошо, верхняя крошка, правда, немножко-немножко не пропиталась, мало йогурта добавил, но получилось все просто великолепно и супер. Казалось бы, просто банан, просто печенье, немножко йогурта. Все можно было скушать по отдельности, было тоже бы вкусно. Но мы немножко включили фантазию и получили необычный вкусный десерт. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк. Не понравилось, поставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик и не пропускайте мои новые ролики, потому что мы встретимся с вами в новых видео на канале Аппетитная Кухня. Ведь все самое интересное у нас еще впереди. Всем пока, всем до скорых встреч!